всем привет доброе утро иду открывать утят всех которые предпоследние постаршие в теплице и заодно покажу ту поилку ведро всех заинтересовало это ведро но покажу его посмотрим как они за ночь я даже специально вчера там закрыла я их обычно уже не закрываю потому что им месяц чем-то они бегают уже с утра сами вот покажу какая там грязная не грязная ну посмотрим так идем посмотрим вот я вот их закрываю здесь у меня степличка выходите птики уже большие это не подросшие последние вот она ведро вот здесь они ночуют я ставлю сверху камушек потому что ну мало ли чего не так показалось нужно ой так открываем вот такая вот вода она конечно уже слегка чё там позеленела но никакой грязи нет то есть я его мыла ведро наверно пару раз вот так вот просто и все принципе чистая вода грязь туда не попадает вот смотрите вот поилки солома вот вода тут относительно чистая чем если бы стояла у них ну какой-нибудь тазик например да сейчас чуть попозже сниму вам как это все делалось из чего состоит так пришла я сарай здесь вам покажу на улице солнце такое и как бы тут мне все это является добро хранится взяла у тебя от ведро да видно надеюсь вот такие вот штучки тут забрызганы снаружи ну вот они сейчас я их покажу как они выглядят натуре вот эти тут такая штучка закручивается сейчас покажу вот они я купила их на озоне положу ссылку в описании как говорится почти реклама но мне она нигде не отразится вот такая вот поилочка там даже нарисовано было что типа на ведро или на какую-то емкость берете штангенциркуль умеете пользоваться двигайся нажимаете ну вот и понимаете что тут 9 миллиметров труба до берете где-то на 8 наверное сверло чтобы не сильно дырка была не больше чем надо но я когда сверлила еще немножечко так в дырочке вот так вот по кругу сверлом провела и получилась дырочка вот здесь вот есть как называется прокладка резиновый уплотнитель уплотнитель я сегодня как это сказать по-женски рассказываю таких делах потому что обычно мужчин всякие там ниппельные поилки все настолько навороченное что вот это вот все не нужно но честно говоря с утятами и сутками я поняла что ниппельная вот такие вот штучки вот такого типа не пошли в общем нам не пошли они вроде понимали вроде пили но если висела вот такая они бежали к такой не хотелось вот у меня такие еще остались но как-то они плохо так скажем прижились ладно про эти продолжаем и сверлить в ведре дырочку ну понятное дело что вот здесь дырочку делать лучше не стоит или если будете сделать здесь то нужно тогда не два кирпича хотя бы высокую там чурку ставит например какую-то да там сантиметров 20 на на земли поднимать это ведро иначе это поилка смотрите по уровню она наполняется водой да вот так вот и она будет висеть вот так если вы сделаете вот здесь дырку например то ей нужно висеть ниже ведра с водой наполненный сейчас она пустая поэтому она вверх когда она наполняется она опускается вниз когда опустошается она еще наполняется ну понимаете по такому принципу поэтому на низу если делаете то вы понимаете что ведро нужно поднимать высоко ну Высоко так, чтобы утята достали. И в то же время, чтобы паилка на земле не лежала. Ну и сверлите дырочку, вставляете туда эту штучку. И закручиваете с обратной стороны. Все, ничего такого сложного нет. Закручиваете плотно, чтобы не подтекало. И все, у меня остались две запасные. Ну хотя, не то чтобы запасные. Я хотела еще сделать одно ведро. Но пока не делаю, потому что именно вот такие ведра под краску. Они очень хорошего пластика, такого, знаете, который не колется. И они сверлятся хорошо. Вот у них выживаемость лучше. У меня только одно такое ведро. Если брать вот такого типа ведра. Мне не нравится то, что если я тут буду сверлить. Оно просто расколется и все. Оно бестолковое. То есть нужно хорошее ведро подобрать. Еще вариант есть. Потом покажу других емкостей. Типа старых канистр тоже хорошо. У них пластик хороший. Если брать строительное ведро, черное, да. Вы знаете, все такие ведра. Вот эти строительные. Чем оно мне не нравится. Почему я его не беру под это дело. Оно греется. То есть сильно нужно оставлять в тени всю воду. Но в теплице оно будет греться. Как бы это не принципиально. Если на улице 38 градусов и много утят, хочется, чтобы вода была прохладная. Поэтому я такое ведро не беру. Во-вторых, еще здесь нет крышки. С крышкой тоже желательно. Прям вот почти обязательно. Если курица сюда еще не полезет, то утка полезет, утенок может полезть и наделать грязи. А крышки у меня к нему нет. Чем-то прикрывать пока не придумала. Может быть и такое ведро пристрою. Потом, если найду, что-нибудь сверху закрывать. Я надеюсь, вы поняли про такую поилочку на ведро. Там элементарно. Единственное, что я почему долго думала, долго везла. Во-первых, когда жарко, в банке, конечно, в банке лучше. Потому что ты меняешь чаще воду, она меньше портится. Добавляешь там какие-то либо витамины, либо что-то еще. То есть самоконтроль повышенный, чем когда поставил ведро и там что хотите делайте. А когда уже к концу лета и поилки пришли, во-первых. Во-вторых, утята уже такие подрощины. Уже можно было им оставить. И банки им было бы мало. И еще я люблю синего цвета. Ну, я не люблю. Это, конечно, был крайний случай. Попробовать. Надо было попробовать. И то они стоили почти 900 рублей. Там несколько штук. То есть недешево. Я люблю или синие, или вот такие. Не люблю красные. Красных там было много. И все были подешевле. Дальше я еще... У других птичек я использую такие же поилки. Принцип такой же, да. Наполнение. Только у них приход воды вот сбоку. Если в этих поилках приход воды приходит вот сюда, через трубку, да, в центр, то здесь с двух сторон. Ну вот у меня у куриц такие висят. Только единственное, что здесь диаметр 10 миллиметров трубы. А раньше, я, по-моему, в прошлом году, или когда видос делала, или в феврале, ну, зимой была зима. Вот таких у меня было несколько. Они сейчас и стоят еще у таких квартирах утиных. Тут труба нужна шестнадцатая. Но, к сожалению, больше на шестнадцатую таких поилок найти не могу. И вот одна вот тут, по-моему, она сломана. Да, она сломана. И вот эта уже сломана. То есть, ну, примерно год они держат этот, как сказать, износ. Видите? Вот, видите, фокус. Вот тут вот ломается. Потом, вот здесь пружина еще есть на ниппеле. А здесь уже, по-моему, выскочила. Поэтому я ее сняла. Да, видите, ничего нет. Не работает. Если найду, может, у китайцев или где, закажу еще раз такие. Почему такие? У меня система полива по всему участку именно на шестнадцатую трубу. То есть, у меня очень много вариантов с шестнадцатой трубой. Я могу делать все, что угодно. Любое водоснабжение. Без участия мужчины. А эти на десять сантиметров, ну, миллиметров, да. И приходится подбирать какое-нибудь извращение. В данном случае я вот нашла такой кран. Это с капельной лентой на, ну, эту, как он называется, на трубу. На толстую ПНД, где привинчивается. У меня таких нет соединений, они остались не у дел. Ну, то есть, по ошибке купили мы. Вот, и я ее потом, вот сейчас покажу, там у куриц так сделано. Вот так вот вставляю, например, да. Вот в этот. Блин. Ну, в общем, ладно, вы поняли. Вставляю сюда. Тут у меня поилочка вот такая белая, маленькая. Вот. А этот подсоединяю к обычной шестнадцатой трубе, которая у меня там вставлена уже в емкость. Я же не могу в емкости сделать другую дырку. Выбросить емкость мне тоже жалко уже ведро с дыркой. То есть, нужно все на шестнадцатую как-то переходить. Вот я так вышла из положения. Поэтому вот в моем хозяйстве вот такие вот. Раз поилки. Два, в принципе, то же самое. Прям вообще замечательно. Видите, какие глубокие? Утка вполне себе тут пьет. И курица пьет. Вот. А вот это вот хорошо для курицы, для утят. Ну, для утки тоже, ну, мелковато. Еще хорошо, что курицы могут спокойно подойти, да, и пить не то, что утята там обкакали всю воду, а нормальную чистую воду. Ну, и добавлять всякие добавки тоже удобно. На ведро развел. Все попили, а не банки. Вот. А вот такие вот непильные, что-то как-то, они висят в одном месте, но их никто не пользует. Сейчас посмотрю, как это выглядит в натуре. Вот, например, в цеплице у меня тут живут цыплята, но они сейчас гуляют маленькие такие. Вот у меня уже было ведро, с той стороны он стоит, и как бы на две квартиры, да. Вот. Уже все подсоединено, уже все было. По-моему, тут уже два года вот так вот все это лежит. Прикручено, видите, уже пылища все это. Вот. Прикручено тут еще и две такие поилки, но их никто не использует. Вот, видите, они... Ну, я не знаю, может быть, у тебя эти цыплята, может, дергают. Как знает. Ну, висят. И вот здесь вот такой вот кран, который мне не пригодился в поливе. Промазали мы с диаметром. И вот эта поилочка. Но эта поилочка пользуется спросом. Почему можно это понять? Сейчас я ее немножко так, типа, помою. Потому что, видите, здесь вот разрыто и влажно. То есть курица здесь топчется и пользуется. А здесь вот, не знаю даже, пользуются они или нет. Ну, заглушка простая, элементарная. Эта штука еще, кстати, вот так пристегивается. Что там, воды у вас нету, что ли? Так. Сейчас попробуем так. Наверное, вода кончилась. Посмотрим. Так, вот у куриц. Я сейчас закрою. Они иногда открывают. Я закрываю тканью еще эти все емкости, если нет крышки. Потому что, чтобы туда не попадал мусор, чтобы не зацветала вода раньше времени. Так же, как на том ведре. Здесь просто просверлена дырка, по-моему, на 14 мм. Вот эта резина-уплотлитель тоже 14 мм. И тут кран. Кран на 16, немножко уплотнитель. Маловат, но терпимо. Как бы большой напор воды здесь не бывает. Вот. И у них вот висит та, которая тут когда-то вот так висела. Она старая тут. Тут местная. Вот видите, я, например, из нее все выпила, и она наливается снова. И это, видите, тоже сухая. То есть, куры не пользуют вот эту. Хотя она работает. Не знаю почему. В общем, вот так. То есть, курицам хватает. То есть, смотрите, если я выпила, он раз еще наливает, да? До верха может налить. Но это я придерживаю. Обычно так не надо делать. Вот. Лишнее выливается. И опять наливается. Тут тоже прикручивается все. К сетке можно прикрутить. Этот кран оставляю... Почему кран ставлю, а не заглушку? Чтобы можно было промыть. То есть, я открою, все сольется. Промыть. Вдруг там какой-то мусор застрял. Ну и вот на той стороне мы сейчас были как раз у цыплят. Пока отобрала у утя от ведро. У утя с поелками. Видите, прибежали. В этот тазик им поставила временно. Видите, какие большущие. Я прям взвешивала. Думала, они будут такие. Не очень. Ну, прям большие. Хотя им еще вот месяц и чуть-чуть. Да? Большуны. Так, как у нас с поелками вот в этом моем утином отеле. Я называю это квартирами. Ну, тут грязно, понятно, что не тут на вошкале. Вот такая штука. Тоже емкость. В данном случае это старая канистра. Я ее тоже закрываю тканью. Ну, сколько тут воды? О, уже кончилось. Считай. Вот. Периодически мою, но вот этот налет, он уже не отмывается. Ну, не важно. Вот так же самое. Просверлено 14 или 16, но здесь все нормально. Здесь уже этой канистре, наверное, 3 года. Может, больше. Не знаю. Она уже давно у меня служит. Она очень хорошая. Еще бы такую где найти было бы. Я ставлю одну емкость на 2 квартиры. Ну, так себе сократила, так скажем, количество наполняемых. Ну, тут все понятно. Для мужчин понятно. Уголки и штуки. Вам не обязательно уголки. Вы можете просто там загибать как-то эти штуки, трубки. И такая вот же поелочка. По одной поелке в каждую квартиру. Раньше висела еще тут вторая. Но так как они начали ломаться, у меня было их 10. Осталось сколько живых? Шесть, да? Вот. Ну, как шесть? Это не за один год они так все сломали. Какие-то в теплице до сих пор живые. Вы видели, да? Вот, получается, эта квартира. Так, откройся дверь. Питается с этой же канистры, которая стоит с той стороны. Вот. И у этих тоже. Главное не выпустить, кого не надо. Тоже на двоих одно ведро. В данном случае это ведро. Так, давайте я его прикрою. Я же наливала. Вот, там цесарки у нас пьют. С этого же ведра получается. То есть вот одно ведро 20 литров. То же самое присверлено. Вот, и тут поилочка. Вот, утки пьют. Утки бывают туда насовывают песка. Это утяжеляет поилкой. И поилке кажется, что она полная. Поэтому туда не поступает вода. Ну, иногда нормально. Вот, работает все. Вода. Пей. Покажи, как ты пьешь. Бедная мама несчастная. Вся затоптанная. Попокажи. Ну, покажи. Вот, видите, пьет. Ей достаточно. Клювом поводила и все. То есть они могут целый день сидеть вот с такой поилкой. Но... Что за свет такой. Ну, в мороз, конечно, это все я убираю. Открываю кран снизу. И чтобы не разморозилась вся тема. И вот так же у цесарок. Привет, цесари. Передайте привет всем. И Ване. Как обстоит дело с паением на участке. Вот просто наружу, да, на улице. Вот у меня была система полива на все деревья. Потому что они были малюсенькие когда-то. И ведрами носить было очень тяжело. Деревьев много. Теперь, получается, почти под каждым деревом есть точка с водой. Да? С раздачей водой. И вот я вот так где-то что-то прикрутила, привязала. В общем, все по-женски. Потому что это мое такое больше тема, моя проблема. И вот наливается вода. Я иногда их сливаю. Ну, и они опять наполняются чистые. Вот некоторые даже умудряются купаться в таких тазиках. Да? О! Ты трубу аж погнул. Вот этот толстый. Вот зелененький наш новенький. Наташин гуляет. Да. Молодец. Ну, давай ты залезай теперь. Не? Не полезешь? Вон тут все с руанками корышится. С руанками. Вот они тут ходят. И он с ними. Ну, вода понемножечку бежит. Если очень жарко, могу вот так оставлять надолго. Час-два вода бежит. Они веселятся. Им хорошо. Ну, грязи наделали, конечно, куда-то без этого. Так, дайте я трубу разогну. Чего вы так с трубой-то сделали? Ой. Вот это вот поливалки садовые. Ну, то есть они не для паения, но очень хорошо подходят вот для набора тазиков. И у этих, вон, спрятались лавандовые селезни. Такая же штучка, вот. Потом у меня стала проблема в том, что иногда тазики эти утки переворачивают, да. И я придумала, что вот такая вот, типа, ну, крючок, чтобы закреплять трубу к земле, да. Я его вот между покрышкой и тазиком зажала. И труба лежит, уже теперь никто перевернуть ее не может. Вот. Ну, вот и у каюк покажу. То же самое. Такая же система. У меня вот этих сменных насадок очень много. Они тут пару дней съедали куда-то. Ну, куда-то девали вот эту штучку. И она вот, если ее открутить... Ой. Сейчас забрызгаю. Она просто вот будет лить, куда попадет. А если прикручиваешь... Ну, это площадь полива регулируется, да. Этим. Больше, меньше. Вот. Я им делаю так. Вот. Это ненормально. Тоже так же вот этот крючок. Крючок. Как он выглядит, сейчас покажу. Да, вот так просто не вытащен. Ну, в общем, крючок похож, как вот типа а-ля палатку крепят к земле штыри. Но только пластиковый. На 16-ю трубу. Этой трубы у меня много было. Как бы в свое время поливом очень плотно мы занялись. И очень хорошо, что мы это сделали. Потому что это на несколько лет вперед облегчение труда. Опять-таки покрышкой сколько хватило. Под такие тазики они ровно подходят. И вот так вот набирается вода у них. Так же самое у нас на огороде. Вот так вот утятам, которые сюда недавно переехали. Они, видите, уже почти оперились. Ну, почти два месяца им там. По-моему, да, как раз 25-го будет два месяца. Сегодня у нас 20-е. Вот так вот. Они купаются, умудряются там залезть, да? Вот им капает и так же закреплено крючком. Ну, по-другому я не придумала. А мне надо так, чтобы систему я смогла сама поремонтировать, если что. И так же стоит у бегунов. Но бегуны у нас особо любители грязи. Видите, что развели все равно. И стоит вот там. И тоже наливается. То есть, в принципе, везде решена проблема. То есть ведро я никуда не ношу. Вообще никуда. Ну, почему я этим стала, как бы, обеспокоилась? Потому что у меня где-то в феврале стала болеть печень. И я не могла носить ведра. А как видите, уток много. Носить нужно было много. И решила включить мозги. Ну, вот и у наших братьев-павлинов. Или братьев как-то. Что это у меня тут такое? Фумбленду кто-то размотал из них. Ну, ладно. Вот. Тоже выбрано не какое-то ведро подешевле, а рукомойник. Умывальник, да? В котором явно пластик будет очень такой толстый. Видите, там уже осадок надо поменять. Толстый пластик. Но в итоге не пришлось его сверлить, потому что мы вытащили просто нижнюю запчасть, которая палочка-то дергается, чтобы руки мыть. И вместо нее это уже муж делал, это уже не я делал. Вот эту десятку как раз прикрутил. Десятую трубу прозрачную. Ну, на свету она, конечно, будет цвести и забиваться. И вот такие вот поилочки. Ну, вода чистая, видите, относительно как бы не из лужи же. Не из утины лужи. Ну, у этого все время песок какой-то. Ты зачем туда песок кладешь? Вообще удобно такое, когда можно сделать одну емкость на несколько загончиков. Вот она сейчас наполнится. Все. Так, это тут надо подремонтировать будет. Ладно. Удобно, да. Почему не беру большие емкости вот там? То есть больше получается 20 литров у меня нет. У нас жарко. И днем, летом какие-то большие емкости, они там портятся, будет вода. Не успеваю это выпивать. Поэтому использую малые, для того, чтобы чаще воду менять и никто не заболел. Да, павлин, передай всем привет. Все. Будем заканчивать. Ой-ой-ой. Ужас. Павлиха, передай привет. Все. Вернем утятам ведро. Единственное, что не люблю давать советы, но не советую это ведро перетаскивать каждый раз. Лучше наливать туда с другим ведром. Во-первых, почему я сделала вот так? Видите, чтобы можно было ходить с одной стороны. Иначе вы ногой отобьете эти поилки и придется вам выкинуть ведро. Оно будет уже бесполезное. С дыркой. С сломанной. Вот. Вернем утятам ведро на место. Вот здесь оно стоит днем, а ночью там в теплице. Высота вот такая. Вот видите, о чем я говорила. Чтобы полная поилка не была на земле, она должна быть повыше. Вот. Высота где-то кирпич или чуть больше. Если у вас взрослой курицы, то вот высота куриного клюва, ну, я не имею в виду, что это ведро, можно поставить большим утком. Мне кажется, они доломают эти поилки, особенно селезни. Вот курица взрослая, сколько у нее клюв высоты. Вот примерно так, да. То есть вам ведро нужно поставить на какую-то большую высоту, там, сантиметров 20, наверное, чтобы они пили. У меня-то курицы эти пушистые, китайские, шелковые. Они маленькие, им достаточно этого. Ну, все, закроем. У них тут корм стоит. Пусть пьют дальше. Ну, вот. Надеюсь, все вам стало понятно. Меня вам, наверное, много спрашивали про эти поилки. Мне казалось, тут ничего такого нет. Странно, с интересного и новенького, и очень, как сказать, экстравагантного. Но, как оказалось, только мужчинам, наверное, с непильными поилками удобнее. А девушкам вот такие бы штуки пошли бы. Вот мои предпоследние утята. Еще есть три последних. И еще тут у меня накопилось яйцо. Отдайла утке. Высидит, значит, будет замогреть. В инкубатор не понесу. Вот. Надеюсь, все вам стало понятно. Пишите комментарии, если что-то пропустила. Поясню. Какой-то вот с желтеньким. И вот этих хочу взвесить. Мне кажется, они прям потолще, чем надо. Да, вон, он тут вообще большущий. Им тут, да. Ну, как бы 25-го. Кому-то из них будет месяц. А кому-то был месяц 18-го. Вот такие вот утята остались. Все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам помогла. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok